Продолжается программа «Дневной разворот» в Кире 12.06, в студии Анна Лапшина и Светлана Заньков. Всем еще раз здравствуйте. Ну и как обещали, мы сейчас разворачиваемся в совсем другую сторону и будем говорить с Константином Перестороненым, общественным инспектором в сфере охраны окружающей среды, жителем поселка Костино, о том, что там происходит и с полигоном Костинским, и с контейнерами, в которые люди выносят твердые коммунальные отходы. Но начнем мы, пожалуй, с того, что произошло во вторник. Вас, Константин, вызывали на административное совещание, на комиссию, административную комиссию в Октябрьском территориальном управлении, поскольку поселок Костино, он принадлежит как раз этому территориальному управлению. Что вам предъявили? Добрый день. Благодарю за приглашение в студию. Так уж повелось на Руси раз в году, в июле месяце я оказываюсь в вашей студии. Мы можем чаще, на самом деле, встречаться. Ну, только не по такому бы поводу, конечно. Рассказывайте. Всегда пожалуйста. Достаточно длинная история с 2015 года. Длится, в общем, пытаясь вопрос решить с местной властью о том, что вблизи моего дома контейнеры стоят не в соответствии с правилами внешнего благоустройства. То есть расстояние 16 метров. А должно быть не меньше 20. Не менее 20, да. Плюс отсутствие твердого покрытия и ограждение высотой 1,2 метра. Я с прошлого года пишу в администрацию, в отделе развития территории всяческие отписки дают. Плюс в августе 2017 года был в теруправлении. На личном приеме также озвучивал этот вопрос. Обещали площадку ликвидировать к октябрю 2017 года, но все оказалось на словах. Ситуация назрела весной 2018 года, когда управляющая компания Кировмонтаж, которая осуществляла вывоз мусора, прекратила свое существование. Ну и представляете такую картину. Вот Светлана смотрит фотографии. Три контейнера, битком забитые, не вывозятся свыше трех недель. Соответственно, собаки, птицы это все растаскивают. Ну, граждане задают вопрос, а кто будет вывозить. Соответственно, никто не вывозит, мы несем рядом с контейнером. В общем, это все меня подутомило. Я написал в прокуратуру Октябрьского района на неисполнение правил внешнего благоустройства. Далее написал письмо в новую управляющую компанию. Жители улиц соседних решили завести для деятельности новую управляющую компанию Крона. Написал письмо, что проводится прокурорская проверка. Ну и просьба учесть мои пожелания в связи с тем, что правила внешнего благоустройства не исполняются. Ну и представьте такую картину, 4 мая, возвращаясь с бани, стоит три полных контейнера с мусором и еще привезли четвертый на колесик. Ну и эмоции зашкалили, соответственно, одевая перчатки и откатывая этот контейнер в сторону пруда, а на улицу парковую. Зачем вы это сделали? Не на месте стоит. Переписка показала, что представители отдела развития сельских территорий спрашивают с меня конкретные места, где можно установить эти самые контейнеры. На что я говорю, земля муниципальна, я не вправе это место указывать, решайте сами. Далее, значит, через два дня приезжает машина Саховская, перегружат, соседи с парковой улицы и кричат, что контейнер должен стоять там. Они везут его туда, я обратно его указываю. Туда это обратно к вам? Нет, они, да, поставили обратно к нам. Я перекатил в сторону пруда. Днем перекатываю, соседи, как собаки злые, из-за забора выскакивают. Мы сейчас на 02 позвоним, все такое. Ну, звонок позже состоялся. Состоялся 17 мая. Ну и свидетелем по данному протоколу является Чарушин Виктор Александрович, начальник отдела развития сельских территорий. Все его показания основывались на информации о соседях, то есть он меня не видел, что я данный контейнер перекатывал, и 17 мая в 10 часов я не осуществлял перемещение этого контейнера. Был составлен протокол, вот 3 июля был на комиссии Воровского 39-300 кабинет. Также предоставил все доводы, переписку с прокуратурой Октябрьского района, письма из общественной палаты, фотографии. Сейчас жду ответа, но, скорее всего, ответ не в мою пользу. Далее буду обжаловать его в судебном порядке. То есть вам штраф могут выписать какой-то за это? Честно скажу, впервые с этим сталкиваюсь, думаю, что да. А что вам сказали на комиссии? Ну, конкретного ответа не дали, сказали, что вы еще 5 лет можете с местной властью воевать, разбираться, а главное, что вы перетаскивали контейнер. Это, ну, в правилах внешнего... Подождите, подождите, сейчас, подождите, Константин, то есть вот перед нами лежат фотографии, и мы эту картину, кстати говоря, его очень наблюдали неоднократно. Стоят три старых таких, да, четырехугольных контейнера, полностью переполненные, вид, конечно, и контейнеров, и площадки. Рядом с контейнерами множество мешочков, луж, прямо у домов это все дело стоит. Вот эта страшная вещь длится несколько лет. Значит, и все, что заинтересовало теруправление, это перекатывание контейнера, а не состояние контейнерной площадки. И они вам прямо так и сказали. Да, да. И сказали, еще лет 5, пожалуйста, там воюйте. Нам это вообще неинтересно, а вот то, что вы катали туда-сюда эту коляску, это важно. Да. И за это вы будете отвечать. Да. Ну, сама по себе работа комиссии, скорее всего, поставлена на поток, то есть первый пошел, второй заходи, доводы они выслушали, я оставил им копии всех переписок, фотографий, сказал, изучайте, если решение будет не в мою пользу, я в судебном порядке буду обжаловать его. А с площадкой этой контейнерной что? То есть вот эти три переполненных контейнера, они так и стоят? Три контейнера на сегодняшний день увезены, стоит один контейнер, периодически его вывозят. Также во вторник я отнес ходатайство на ознакомление с ответом по представлению, выданным Октябрьской прокуратурой в адрес теруправления по Октябрьскому району. То есть время исполнения, оно уже закончилось, а движений никаких нет. То есть контейнер как стоял, так и стоит. Прокуратура встала на вашу сторону? Да. И нашла нарушение в правилах благоустройства? Правила внешнего благоустройства, плюс 42 статья Конституции, также закон об органах местного самоуправления нарушен. И статья третьего федерального закона, то есть деятельность юридических лиц не должна нарушать права граждан на благоприятную окружающую среду. Несоблюдение указанных норм закона. Читаю я вот сейчас, постановление прокуратуры нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду. Указанные нарушения закона стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей и отсутствия должного контроля. За работой подчиненных сотрудников со стороны территориального управления администрации города Кирова по Октябрьскому району требую безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и принять исчерпывающие меры по устранению отмеченных нарушений, их причин и условий, им способствующих, и недопущение их впредь. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, о результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме. Значит, это постановление мы видим, я вижу тут, от 10.05. Да, да. Это 10 мая. И вот после этого убрали три контейнера, поставили один. А как так вообще, я не понимаю, было три, стал один. Почему? Он больше? Нет, это обычный контейнер, который на колесиках. Три контейнера, они принадлежали управляющей компании Киров Монтаж. Она с марта месяца прекратила свое существование, то есть их ликвидировали, и на данную территорию зашла новая управляющая компания Крона. С одним контейнером? Да, с одним контейнером. Прерываем сейчас на полминуты, и все-таки попытаемся разобраться, почему, кроме всего прочего, почему при том же количестве жителей, а может быть увеличившемся количестве жителей, уменьшило их количество контейнеров. Где здесь какие обоснования, и как с этим можно поступать. Продолжаем разговор с Константином Перестороненным, общественным инспектором в сфере охраны окружающей среды и жителем поселка Костино. Вот мы сейчас процитировали постановление прокуратуры насчет мусорной площадки, которая ненадлежащим образом устроена и обслуживается, находится прямо вблизи, в 16 метрах от дома Константина. Я не очень понимаю, Константин, количество контейнеров должно быть установлено в соответствии с количеством договоров заключенных на вывоз мусора. В поселке Костино я бывала там неоднократно, совсем недавно несколько раз проезжала, я представляю себе частный сектор около пруда, который прилегает к пруду. Там 4 улицы, вы сказали? Да, Парково, Юбилейно, Сиренево и Николаево. Сколько там контейнерных площадок оборудовано? Одна, возле моего дома. Это вот эта площадка на 4 улицы? Да. И теперь там один контейнер? 60 домов, согласно данных, с учетом улицы Николаевской. Но ранее улица Николаевская вообще не бралась в расчет, потому что они живут за забором, то есть там свой строительный кооператив. В общем, из 60 домов на сегодняшний день 7 договоров, в том числе и мной, заключен на индивидуальный контейнер. То есть, что у каждого дома должен быть контейнер, получается, или на этот конкретный контейнер? Нет. Есть индивидуальный контейнер на колесиках на 240 литров. Маленький такой, маленький такой, у вас заключен договор. С кем его заключен? У меня с КДУ-3 заключен договор и также вот еще 6 жителей с 4 улиц. 6 домов с 4 улиц? Да, да. Как обслуживаются такие индивидуальные контейнеры? Достаточно удобно. 25-го числа, приезжая от машины, мы выкатываем на хоздорогу, выгружают, увозят. Раз в месяц? Раз в месяц? Да. Этого достаточно? Достаточно. Мы вдвоем с мамой проживаем, то есть у нас в среднем 120-150 литров непрессованного мусора образуются. А как вы с пищевыми отходами поступаете? Разве они могут храниться месяц? Пищевые отходы компостируют, плюс индюки, собаки, то есть свое хозяйство практически. Это частный дом, там меньше отходов. Из 4 улиц, значит, вот столько договоров, получается 6 договоров на индивидуальные контейнеры. А вот эта площадка, которая на весь этот частный сектор распространяется, там стоит один контейнер. Как жители платят это? В какую плату входит вывоз мусора с этой площадки? Были заключены договора в мае месяце с управляющей компанией Крона, то есть я в детали не вникал. Там все равно должен каждый частный дом заключить договор с управляющей компанией? Да, там порядка 40 договоров из 60 на сегодняшний день заключены. 40 договоров на один контейнер. Да, домов, один контейнер. Остальные, получается, 20 выбрасывают без договоров, так? Да. И один контейнер. Ну такая ситуация интересная получается. Не, ну вот все бы ничего, я так думаю, что через какое-то время, может быть, там, учитывая мусорную реформу, как-то там разберутся с договорами и тех людей, которые, пока их не заключили, все-таки обяжут это сделать. Но вот здесь вопрос конкретно в этом контейнере, который Константин перекатывал. Я так понимаю, что если бы он стоял чуть дальше от вашего дома, вы бы ничего не стали с ним делать, стой он и стой. Если бы правила благоустройства были исполнены. Да, если ситуация была бы немножко по-другому повернута, то есть три старых контейнера с мусором, который не вывозился там больше трех недель, если бы они были ликвидированы и поставлены после этого вот этот контейнер на колесиках, скорее всего, я бы этих эмоциональных действий не осуществил. С 2015 года собирал собрание, проводил совместно тоже с отделом развития сельских территорий, предлагали жителям перейти на индивидуальный контейнер. В 2015 году данные контейнеры ООКДО-3 поставлялись бесплатно. Ну, условия, то, что вы работаете с ними длительное время. На тот момент было пять договоров всего. В 2017 году уже контейнеры были за деньги. Было собрание, реакция соседей, да на нас тут хотят деньги заработать. И, в общем, в отказ. Ну и вот эта ситуация показала отношения соседей. То есть им абсолютно все равно то, что там контейнеры у моего дома стоят, мусор разлагается, мохи летают, а также он разлетается. То, что мы ходим там с бабушкой, пенсионером, соседкой, убираем это постоянно. Всем абсолютно все равно. Позиция такая, что, ну, не у моего дома стоит, и все замечательно. А есть там где-то площадка, которая равно удалена от всех домов, и которая не помешала бы вот жителям, ни вам, ни кому-то, и соседям? Места предостаточно, но здесь вопрос в том, то, что достаточно не совсем будет экономически целесообразно устанавливать площадку на проезжей части, допустим, с края улиц, парковой, юбилейной, сиреневой и так далее. Потому что со старого московского тракта жители соседних деревень, поселков, садовоческих товарищей будут заезжать и выбрасывать мусор. Соответственно, пойдет переполнение, и потребуется достаточно часто вывозить этот мусор. Слушайте, ну вот вопросы же решаются прекрасно. Мы же видели вот эти, вы разбирали даже, по-моему, в Урбане. Есть контейнерные площадки, которые закрываются на ключ. Может быть, это не очень удобно, но почему власти, поселения не могут об этом задуматься? Оборудовать площадку, сеткой ее закрыть какой-то, да? Сделать ключики? Не просто какой-то. У нас вступили в действие новые правила благоустройства, и Дмитрий Печенки здесь об этом говорил. Это должна быть оборудованная за счет муниципалитета на муниципальной земле площадка с твердым покрытием, с ограждением с трех сторон, с крышей. Понимаешь? А уже по инициативе граждан и качественной управляющей компанией, у нас тут тоже были представители управляющих компаний, она может модифицироваться, она может закрываться на ключ. Ну то есть вот это вот решение ведь было бы проблемы от посторонних выбрасывателей мусора, да? Вариант с ключом мы рассматривали, но я думаю, что, ну нет ключа, я приехал, мне надо выбросить мусор, я его оставлю рядом на земле и поеду дальше. Вот такая позиция многих. Опять все упирается, конечно, в сознательность и контроль. И в контроль, все равно с чего-то тут надо начинать, но здесь даже без ключа, просто вопиющая, я считаю, ситуация. Один контейнер на четыре улицы, один, и все равно с нарушением правил. Как это может быть так? Объясните мне, пожалуйста. И при этом виноватого нашли. Да, при этом нашли. Он один, да, он такой. В прошлом году в терру управления я предложил следующий вариант. Переходим все на индивидуальные контейнеры, на данном месте своими силами монтирую площадку с элементами раздельного сбора. Ну вот мы в городе наблюдаем, зеленый профнастил под крышей, а под замком и так далее, да. И ситуация такая, как в басне у Крылова, рак, лебедь и щука. То есть отсутствие воли у руководителей, у чиновников, да, посмотрели. Ну мы верим, да, что раздельный сбор это стильно, модно, современно, весь мир этим занимается. Ну вот как-то не сейчас не готовы. И даже мусорная реформа, Аня, ничего не изменит? Не меняет сознание чиновников, прежде всего, в данной ситуации. Ты понимаешь? Ну я тебе должна сказать, что вот последние два-три месяца я, например, замечаю в поселке Новый, где у нас дача, да, это дурни так называемые в народе, у частных домов уже появляются вот эти вот индивидуальные маленькие контейнеры узкие. Мы с тобой их в Мадриде видели, которые на ключах закрываются, да, люди выходят, люди выбрасывают свой мусор. И, кстати, возле этих контейнеров ни садоводы, которые едут мимо, ни какие-то посторонние люди, я не видела, что поставляли мешки. То есть вот люди уже, видимо, начинают... В это время ты выставляешь не лишь бы когда, а в конкретный день. Ты выкатываешь его просто, да. Да, ограниченное время. Я ещё раз считаю, что здесь, конечно, вопиющий абсолютно случай. Надо было довести человека до такого состояния, потом ещё наказать его за то, что сами же довели, ты понимаешь? Ну. Как будет решаться история? Ну вот суд пойдёт, если что. Если что, Константин же сказал, что пойдёт в суд. Мы это тоже будем освещать, потому что это не единственный случай. Константин-то в суд пойдёт, а контейнеров-то от этого не прибавится. У жителей посёлка Костино. Константин сделает то, что он может. И мы со своей стороны тоже сделаем то, что мы можем. Мы по этой истории можем пригласить сюда в студию соответствующих чиновников, чтобы они сказали... Из Октябрьского территориального управления? Что вообще, да, происходит. Почему они таким образом относятся к своим непосредственным обязанностям? Халатно. Почему так относятся? Вот. У нас остаётся просто 4 минуты до завершения эфира. Я боюсь, что про Костинскую свалку мы поговорить уже не успеем с Константином. Но, ты понимаешь, даже недостаточно быть общественным инспектором в сфере охраны окружающей среды. С сертифицированным общественным инспектором, я так понимаю, вы наделены правом там и нарушения выявлять, фиксировать и всё остальное. Даже это не помогает в борьбе с властями за исполнение ими своих обязанностей. Ну, не знаю. У нас, я думаю, что в ближайшее время, когда Дмитрий Печёнкин придёт в программу «Урбан», которая будет в среду, мы ему зададим этот вопрос индивидуально. Он в курсе вообще этой ситуации, глава отдела благоустройства, заместитель? Дмитрий Печёнкин в 2015 году работал в отделе развития сельских территорий. У вас? Да, было первое собрание, совместно с ним проведено, то есть мы пытались найти оптимальный вариант по новой площадке. Вот, а данное собрание мы проводили, когда сам начальник был в отпуске. Приезжает начальник, всё с ног на голову переворачивает, проводит собрание. Работа проводится следующим образом. Проводится собрание, все жители выступают за то, чтобы площадка стояла здесь. Я говорю, что нарушаются правила внешнего благоустройства. Чиновники прикрываются собранием. А вот жители высказались за. В общем-то жители, есть правила. Я говорю, есть закон, есть статья 42 Конституции РФ и так далее. Меня не слышат. Иду, пишу в прокуратуру, приезжает начальник отдела развития сельских территорий, и говорит, давайте решать цивилизованными методами. Когда гражданин идёт в прокуратуру, это разве не цивилизованный метод? И предлагает снова собрать собрание, провести голосование и прикрыться. Это бессмысленно, потому что понятно же, что все будут голосовать за то, чтобы контейнер не стоял. Сколько рабочего времени на это убивается, ты понимаешь, сотрудниками администрации, чтобы вот просто проблему не решать. Да. Здесь, видите, момент какой. То есть достаточно просто загнобить, задавить одного жителя, который иницинирует решение той или иной задачи. И все будут знать, что инициатива наказуема. Нежели проводить разъяснительную работу с 60 домами. Это гораздо сложнее. Конечно. Поэтому вот такой вариант и развиваться. Но я хочу сказать, что я один в поле войн. Всё равно ситуацию эту доведу до конца. Я Костя из Костина, это мой посёлок. Я хочу, чтобы было всё культурно и современно. Это хорошая точка. Да, спасибо, Константин Пересторонин. Мы будем обязательно озвучивать ваши требования чиновникам, которые сюда приходят. Попросим у вас копии документов, которые здесь есть, и следить за этой ситуацией. Сейчас мы прервёмся на короткий перерыв и развернёмся в другую сторону. Итак, действительно, мы разворачиваемся. И у нас в эфире рубрика «Говорит Киров». В студии по-прежнему Анна Лапшина и Светлана Занько. Здравствуйте всем. И наши новые гости. Марина Исупова, начальник управления культуры администрации Кирова. Мы анонсировали приход, Марина Александровна. Добрый день. Добрый день. Итак, празднование Дня любви, семьи и верности в Кирове стало уже традицией. Уже не первый год мы празднуем этот день. И даже есть символ этого дня в нашем городе, в Александровском саду. Памятник Петру и Февронии. Памятник Петру и Февронии. Он прямо вот символ этого дня, безусловно. И мы хотим познакомить кировчан, какая же культурная программа ожидает их в день празднования. Но прежде всего, это 8 июля. Июля сам день, да? Сам день 8 июля. И вот то, что мы заговорили про памятник Петру и Февронии. Да, действительно, Александровский сад. Этот памятник был открыт в 2012 году. И кировчане как раз вот с того года и празднуют активно этот праздник. А вообще мероприятий будет в городе много. Они начнутся уже с пятницы, с шестого. И не только в Александровском саду. Да, да, да. Праздники пройдут у нас на 12 площадках. Это в парках в Александровском, в Кочуровском, в парке ЛПК, на площади строителей в Радужном. И 8 площадок около домов культуры. Это Костина, Порошина, Бахта, Дороничи, Русская, Ленгасово, Сидоровка, Россия. В общем, будут охвачены этим празднованием. Собственно, все микрорайоны нашего города. Даже отдаленные. Да, конечно, конечно. А в Кирове непосредственно самая большая площадка? Ну, если можно сказать центральной площадкой, как раз будет Александровский сад, где и расположен этот памятник замечательный. Там пройдет у нас на главной сцене большое такое праздничное мероприятие. С 12 часов до 3 оно будет на сцене. Там будет такое праздничное честование семей наших кировчан. И как раз 6 семей, которые приняли участие в конкурсе в российском «По дню семьи, любви и верности», им будут вручены медали Организационного комитета по проведению вот этого российского праздника. Приглашаем поболеть за всех, да? Да-да-да. Похлопать, поаплодировать. Значит, им вручать будут медали глава города и глава администрации. Это что за семьи? Это семьи многодетные. Это семьи, которые много лет вместе прожили, ну вот золотые свадьбы, да, у нас отмечаются. Или это просто семьи, которые заявлялись именно в конкурсе участвовать? Да, их ежегодно, значит, подает общий регион, а это вот от муниципального образования города Киров. Вот эти семьи. Будет у нас честование и семей юбиляров, то, что вы сказали. Это будут золотые юбиляры, изумрудные свадьбы. Ой, это сколько лет? Это 55 лет. Я нарочно это нашла. И 60 лет, это бриллиантовая свадьба. 9 человек. Это как раз семьи Первомайского района. 9 семей, наверное. Да, 9 семей. Да, 9 семей. Они получат подарки и благодарственные письма от руководства Первомайского района за то, что вот они так долго и счастливо живут вместе. Долго и дружно. Дети, внуки, уже правнуки. И также будут у нас честоваться финалисты нашего городского конкурса «Вятская семья», три семьи. Тоже они, значит, получат там призы и подарки. Ну и, конечно, концертная программа большая, аллея мастеров, то есть вот придя в Александровский сад в субботу, я думаю, что каждый... В субботу или воскресенье? В субботу, седьмого. Седьмого, да. У нас мероприятия, они три дня идут, а в Александровском саду седьмого. В общем, каждый, я думаю, найдет себе дело по душе. Будет интересно, лишь бы не было дождя. Все это будет с 12 до 3 или и дольше? Нет, с 12 до 3 это на... Награждение. Да, награждение концертное. А так Александровский сад с утра до вечера работает, как обычно, да. Можно заходить? Да, да, да. Давайте расскажем, что будет происходить в районах города. Кто готовил программу, кто готовил программу, и тоже она идет по схеме, как в Александровском саду, или какие-то другие интересные, придуманные мероприятия для празднования? Ну, значит, готовят, это, конечно, наши дома культуры. Мы совместно работаем с территориальными управлениями тех территорий, с ТОСами работаем. Ну, и в основном, конечно, это семейные праздники, чествования. Где-то молодые семьи, где-то многодетные. В общем, вот как раз вот такие интересные, где-то творческие семьи. В общем, каждый дом культуры, те управления, они выбрали как свою тематику. То есть там на каждой площадке тоже будет награждение лучших? Ну, может быть, награждение не такое пафосное будет, но чествование точно будет. И везде будут и мастер-классы, и будут изготавливать эти символ праздника ромашку, и декоративно-прикладное творчество, и торговля. А символ праздника ромашка? Конечно. И впервые об этом слышать? Нет, нет. Это же вот замечательный такой наш русский цветок, потому как там... Любит, не любит. Любит, не любит, да. Там сложная была история, на самом деле, у Петра и Февронии. Вот кому интересно, может, почитать. Они же не сразу стали счастливой семьёй. Там было интересно всё, между прочим. Ну, надо сказать, что праздник-то сам, конечно, он тоже не сразу так возник, и не всеми был принят, да. Если вспомнить немного истории, то история длится как раз 90-х годов прошлого века, когда в Муроме было возрождено почитание православных святых Петра и Февронии. А они оттуда как раз. Да, и в 2000-х годах решениям Муромского мэра Валентина Кочевана к этому дню, Дню Петра и Февронии, были впервые приурочены празднования, да. Но долго не приживался, на самом деле, этот праздник. Но потому что до этого прижился День Святого Валентина, очень сложно было переориентировать, мне кажется. Ну, между прочим, да, тут православная церковь подключилась. Хотя они разные совсем, эти два праздника. Подключилась, да, всё-таки и в православной именно традиции празднуется этот праздник, потому что и святые-то православные. И вот уже тогда, в 2006 году, по инициативе городских властей, жители Мурома собрали почти 20 тысяч подписей под обращением к всероссийскому, под обращением, чтобы сделать это всероссийским праздником. И вот, пожалуйста, Государственная Дума, Совет Федерации и Русская Православная Церковь подключились, вняли и решили, что это полезный и хороший праздник. Умеем объединяться, когда можем. Когда можем, да. С 2008 года и организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева, супруга и ныне действующего. Вот в Википедии всё ещё сохранился президент России Дмитрий Медведев. Премьер-министр. У нас он теперь в нынешнее время премьер-министр, тогда он был президентом. И теперь он стал отмечаться, да. Да, кроме 2012 года, когда в Краснодарском крае было наводнение, как раз в это время он не праздновался, а так с того времени, с 2008 года постоянно. А у нас 2012-го. Как раз вот в тот год построили памятник, открыли, и первый раз был праздник. Отметили. Да-да-да. Понятно. А как люди, кстати говоря, относятся, кировчане? Они этот праздник понимают, осознают, он уже в наше сознание внедрился. Об этом можно судить ведь по количеству приходящих в этот день на празднование. Вы знаете, в разные годы, смотря какая погода у нас, да, но всё равно люди всегда приходят. И очень приятно сейчас видеть, что вообще на мероприятия приходят всеми семьями. Вот это у нас в городе вот этим летом почему-то особенно это заметно. И молодые, и средние, в общем, и пожилые. Ну это, в общем, одна ведь из задач праздника, наверное, да, чтобы была возможность собраться всем вместе. Крепкая семья, крепкая страна, город. А православная церковь как-то участвует в празднованиях? Да, у них будет, ну, такой некий крестный ход, значит, у них будет служба около памятника. У памятника Петру и Фигуни будет служба. Да, будет служба. Мы знаем время этой службы? Ну, сейчас я не могу сказать. Скорее всего, оно будет восьмого, наверное, потому что восьмого праздника. Восьмого праздника можно, мне кажется, посмотреть, да, на сайте епархии. Скорее всего, там эта служба обозначена. И туда тоже очень много приходит именно вот семейных семей, семейных пар. Вот интересно, я не знаю, у нас есть это в традиции или совсем нет. У нас ведь венчают только в церкви, Аня, под открытым небом не венчают. А, я не знаю, вот насчёт открытого неба я не уверена. Потому что я, конечно же, этот памятник... И так-то в Александрский сад всегда заезжали брачующиеся молодые. А когда памятник поставили, то и тем более отметиться у этого памятника, стало безусловно у православных традиций появиться, сделать фотосессию, прикоснуться к памятнику, соответственно, да, чтобы была счастливая и богатая детьми семья. Вот, и я просто подумала, что в этот день, интересно, 8 июля, какое количество свадеб играется в Кирове? Увеличивается их количество или уменьшается? Интересно, надо этим задуматься, посмотреть статистику. Ну, вообще, летом много свадеб. Я думаю, что многие, в том числе верующие, они всё равно как бы приурочивают к этим датам. Именно к этой дате. Да. Именно к этой дате. Я вот тут небольшие поправочки всё-таки должна внести. Как сообщают наши коллеги, крестный ход всё-таки 7-го будет июля. Да, вот если я не ошибаюсь. Начало в 10 часов от храма Иоанна Притечи, улица Орловская, да? Иоанна Притечи. Ну, хорошо, от храма Иоанна Притечи. Да, с 10 до 10.15 будет перекрыта улица Пятницкая, на участке Пятницкая улица там, да, на участке от Свободы до Казанской. Казанская от Пятницкой до Пионерской, Пионерский, Пионерский переулок. То есть, вероятнее всего, это будет утром 7-го числа. То есть, крестный ход и люди, которые придут отдыхать в Александровский сад, они друг другу, в общем-то, не помешают. А я нашла информацию про символ, о котором я не знала ничего, о ромашке. В день празднования плетут венки из ромашек, они как раз цветут вот сейчас, да, дарят букеты ромашек и февроньки. А февроньки – это что такое? Вот, наверное, альтернатива валентинкам. А как они выглядят там? Есть картинки? Открытие с изображением ромашек или других символов семьи. Вот популярной традицией стало заключение браков 8-го июля, я нисколько не сомневаюсь. По этому случаю многие ЗАГСы продлевают часы работы и отказываются регистрировать разводы, товарищи. Только браки. Подожди, на 8-е июля приходится на воскресенье в этом году. Наибольшей популярностью пользуются залы регистрации гражданских состояний. Это в Муроме такое происходит, где стараются зарегистрировать брак жителей других городов и стран. Всё-таки Муром прославился этой историей, как родоначальники этого празднования. И вот, кстати, а вот интересно, а вдруг ЗАГСы ради такого дня и в воскресенье работают? А вот надо узнать. У нас как-то были представители ЗАГСов, надо у них узнать. Давно у нас их не было. Мне кажется, что... Стало ли популярным имя Феврония, например? Имя Феврония? Среди народу, да. Ну, может быть, да. Почему нет? Ну, мне кажется, это очень редкое имя. Я бы хотела всё-таки немножко на землю нашу опуститься. Марина Александровна сказала, главное, чтобы погода не подвела. Ну, мы понимаем, что погода – это такое дело непредсказуемое, тем более, что там обещали и грозы, и дожди. Всё-таки вот на тех площадках, где будет проходить празднование, каким-то образом предусмотрена возможность куда-то укрыться под крышей, там ещё что-то. Ну, то есть в Александровском саду мы понимаем, там можно, по крайней мере, до ротонды добежать очень быстро, да, дождя спрятаться. А поскольку будут семьи с детьми, если, например, дождь сильный, куда-то они перемещаются или на улице? Ну, вот те мероприятия, которые у нас на территориях Домов культуры, конечно, если будет дождь, это будет внутри Домов культуры. Сцены у нас все с крышами вот в этих перечисленных парках, поэтому концерты и мероприятия всё равно пройдут. Но надо просто элементарно здесь зонтики. Ну, в конце концов, лето, да, не так холодно. Мы уже привыкли, что и 9 мая у нас, и день города всегда дождь, поэтому... Но будем надеяться, обычно вот в этот день не бывает дождя. Бывает вот как раз... Хорошая погода. Да, и всегда очень красиво эти все ромашки, веночки, вот, ну, замечательный праздник. Будет тепло. А я здесь нашла, между прочим, информацию о вот тех самых наградах, которые будут вручать, даже фотографии. Вижу очень красивая, совершенно милая такая награда. Как это выглядит? Медаль за любовь и верность, она, между прочим, учреждена организационным комитетом к проведению Дня Семьи, Любви и Верности в Российской Федерации. То есть она федеративная, не то, что там в соседнем вот этом вот печатном салоне. Это такая специальная награда. На реверсе награды изображена ромашка. Аверс украшен ликами Петра и Февронии с девизом «За любовь и верность семье». А на шнурочке, на ленточке это награды? Нет, это круглая такая, как вот медаль, как вот, понимаешь, как монета такая большая. А, ну понятно, то есть она, наверное, в специальном тейсе. В специальной коробочке, на бархатной, тёмно-синей штуке, серебряная такая красивая медаль, белые лепестки и два лепестка синие и красные. Символ мужской и женской стороны. И кто награждается? Награду достаиваются пары, живущие в браке более 25 лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества. Вот. А, между прочим, на 2016 год в России было уже установлено около 60 памятников Петру и Февруне. 60. Практически в каждом регионе, наверное, сейчас уже. Да, практически. Ещё два года прошло в 2016. Практически, да. Ну ничего абсолютно не имеем против этого праздника. И только ЗАГС. Очень рада. Пусть праздников будет больше и семей хороших, крепких, счастливых тоже. Мне понравилась идея ЗАГСов не разводить в этот день. Как хорошая идея. Надо будет узнать. Ещё один шанс, что называется. Спасибо Марине Исупову, начальник управления культуры администрации Кирова. Мы говорили в программе «Говорит Киров» о праздновании Дня любви, семьи и верности в Кирове. 7 июля, напомню, суббота. 6, 7, 8. Да, всё это можно посмотреть на сайте управления культуры. Время, место, всё можно уточнить. Любые площадки. Да, да, да. Спасибо вам, говорит Киров. Завершилась эта рубрика. И мы тоже прощаемся с вами. Анна Лапшина и Светлана Занькова. Всем до свидания. Продолжение следует.